здравствуйте в эфире телеканал cbc общественно-политическая передача актуально сегодня я и ведущий гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет доктор философии по экономике политолог эльгар вализа дельга вечер добрый раз кроме того по зуму с нами будет общаться доктор юридических наук доцент старший преподаватель ютуборского университета кемал макили алиев кемал вечер добрый как слышите нас добрый вечер слышу вас хорошо великолепно уважаемые гости мы будем говорить с вами на тему которая в принципе я так понимаю до самой даты до самой встречи она продолжит оставаться актуально и дело в том что ну как общеизвестно 5 апреля премьер-министр армении должен встретиться в брюсселе с ушел и фон дер лайн это со стороны европейского союзера и энтони блинкиным главы госдепартамента сша но самой армении принципе не жалеют всякого рода прилагательных превосходной степени по поводу значимости этой встречи и так далее ну воспринимается это как некий рубеж и надо сказать что она так эта встреча воспринимается не только из армении но из-за пределов армении в частности в россии они конечно не в позитивном ключе это воспринимает но довольно настороженно все это смотрят я если позволите хотел бы привести одну такую знаковую цитату непосредственно из армении где продолжает говорить об этом дело то что здесь есть депутат от правящей вот фракции гражданский договор в армении никто богарша как опьяна он что говорит по поводу это еще он говорит что мы должны продвигаться в соответствии с интересами армении они требуют чтобы мы 5 апреля были там чтобы руководство страны было то на этой брюссельской встречи какие результаты будут у этой встречи мы сможем оценить после по итогам встречи я считаю что в армении и нашим властям предоставлена возможность по части углубления сотрудничества с партнерами из ес и запада и эту возможность мы должны использовать во благо армении если позволите игра непосредственно начнем с вас раз уж армянский политик говорит о глубине мне все-таки хотелось бы узнать ваше мнение как глубоко может зайти это сотрудничество и как эта глубина найти для нас что важно как эта глубина в конечном итоге поменяет поведение армении в регионе контакты армении с нами потому что вот такой формат встречи может кому-то ну не скажу вскружить голову но вот какие-то ложные надежды ложные впечатления создать но госдепартам соединенные штаты евросоюз организовывать конференцию чтобы поговорить с маленькой арменией какое будет поведение армении после ну давайте начнем с того что все-таки это с одной стороны внутреннее дело армии не с кем строить отношения если до нас не доходят пока нас это не коснется это их внутреннее дело но здесь очень интересно вообще вы знаете ситуация напоминает сюжет остросюжетного фильма какого-то да когда неизвестно да как это все раз это все будет разница да просто сценаристы этого фильма находятся не в армении вот это очень важно отметить это наверное нужно красной линии отмечать то эти сценаристы находятся за пределами армении армия будет действовать не по своему сценарию так не бывает чтобы сценарий значит как бы написание с ну возможно какой какая-то небольшая роль отведена армении но в целом программа изначально зад задается теми кто приглашает и которые в какой-то степени определяют повестку и ставят условия это с одной стороны с другой стороны как будет развиваться ситуация тоже непонятно почему это напоминает остросюжетный фильм потому что посмотрите армении является действующим председателем и аэс абсолютно то есть является значит не только участником но и председателем совершенно другой интеграционной площадки более того как страна председатель я с она формирует предложение по укреплению сотрудничество или взаимодействия в рамках я с и вот эта страна а причем мы понимаем что я с главным образом это россия и и союзники партнеры экономические так вот который антагонирует с запада со странами запада со странами европейского союза нато и так далее да кроме того еще армения является членом одеков по крайней мере формально несмотря то что она заморозила скажем так как они говорят свои отношения в рамках этого значит органа но так или иначе на сегодняшний день все-таки есть рабочие контакты они об этом тоже говорят достаточно такие регулярные ну скажем технический характер носящие достаточно отметить что вооружение армянской армии на значительную часть это все-таки российское оружие для того чтобы поддерживать состояние скажем рабочем состоянии это вооружение необходимы контакты просто по технической линии кроме того страна вместе с россией имеют общую систему пво и так далее тоже нужно взаимодействовать ран ну скажем так или иначе в технической сфере скорее всего такие контакты ежедневном режиме или в каком-то регулярном режиме есть вот так вот эта страна сегодня приглашается в брюссель там не только страх штаб-квартира европейского союза там еще штаб-квартира нато для обсуждения вопросов связано с углублением как они говорят сотрудничество между арменией и вот со странами даже там даже используются фразы но это в армянских сми что эта встреча это некая попытка согласовать условия евроатлантической интеграции вот об этом как они и страна которая является председателем одной интеграционной площадки будет интегрироваться в антагонирующую так скажем интеграцию другую это противник и что это такое это однозначно конфликт интересов конфликт интересов внешних игроков на территории армении вот здесь для нас очень много опасности почему потому что южный кавказ в частности армении становится полигоном где этот конфликт интересов будет разворачиваться как он происходит в других географиях мы прекрасно знаем все к чему каким последствиям это ведет мы тоже прекрасно знаем вот если этот конфликт интереса будет развиваться благодаря в кавычках деятельности армянских властей то здесь любые побочные скажем эффекты они нежелательны и они могут скажем привести к сумме действий последующих действий с неизвестным результатом то есть это то что вы сейчас описывать это то из-за чего это нам интересно из-за чего вот сейчас они люди конечно обсуждают конечно же не потому что там они что-то с брюса нет а именно потому что это выливается абсолютно абсолютно посмотрите значит посмотрите недавно европейский парламент понятно что это все значит фельдкина грамм это ничего не из себя не представляет но он озвучивает интересы каких-то определенных интересантов влиятельных центров сил вот они говорят что европейская миссия который там действует непонятно на каких основаниях и чем она там занимается но у них получили дипломатический статус да они недавно получили этот мандат и там говорят от говорится о том что она действует на всей территории армении более того есть предложение разместить эту группу на те на границе между армении турцией а это уже это уже достаточно серьезная ситуация то есть получается что это миссия трансформируется нечто большее чем до этого планировалось если позволите военно-политическое качество а здесь уже конфликт и эту составляющую обязательно мы обсудим но мне хотелось бы узнать и мнение кемала который смотрит на нас сейчас непосредственно из европы ему это виднее вот понимаете как то что во-первых вопрос в силе да по поводу глубины насколько это глубоко может в конце концов быть и как эта глубина будет влиять на поведение армении в нашем регионе и вот понимаете как еще хотелось бы вот что понять то что описывает эльгар студии ну понимаете так и хотелось вот задать вопрос я вам за да а украина ничему не научила европу вот опыт вот такой просто попытки вот это все совместить опыту европы ничего не потому что что описывает эльгар он имеет ввиду что вот что-то менее масштабное но вот такие же противоречия у нас здесь по соседству могут быть ямал да спасибо за вопрос на самом деле очень интересная дискуссия но мне кажется что здесь здесь вопрос даже стоит не столько в том насколько для его по или для сша вместе с европой до армения имеет какое-то определенное стратегическое значение сколько армении рассматривается как еще один вход до сферу геополитического влияния россии и всегда рассматривался именно так мне кажется не скрывал ли европейские страны и европейский союз и сша намерение отвернуть армению опцию так скажем одностороннего сотрудничества только лишь с россией как центром сил потому что эти попытки принимались принимались и до этого не был вид такого чтобы армения когда-то выпадала из сферы этих интересов да ну можно перечислить несколько индикаторов например размер посольства сша в армении да то же самое всегда его поднимают очень любят понимать зачем нужно такое огромное посольство да казалось бы стране которые не по населению территории не занимает такое большое пространство при этом такой большой дипломатический корпус зачем постоянные попытки предпринимались установить экономическое сотрудничество с армении со стороны европейского союза хотя в принципе экономические интересы в армении они соответствуют уровне экономического развития армии не достаточно но эти попытки они просто не прекращались правда до того как все что все время не повернулся на 180 градусов и не подписал пакт от конечкой сотрудничества с россией не вступила армения еврозеста то есть все вот эти вот индикаторы да не очень на самом деле четки показывает насколько армения всегда был интересно как ход вот зону геополитического влияния россии с азербайджана всегда был не просто потому что азербайджан проводил независимую политику да и причем старался как можно быть независимой от всех центров силы ну мы об этом говорили не раз и тех же индикаторов вроде участия и лидерство в движении присоединения и так далее да а вот армении всегда это надежда как-то оставалась и мне кажется что это всего лишь продолжение сейчас просто западные страны видят возможность входа политическую сферу влияния в армии и принимаются именно эти попытки эта встреча я не знаю насколько будет будет большая глубина но мне кажется эта глубина будет задаваться отнюдь не западными странами не сша и не европейским союзом а сама армении и вот тут не появляется точка разлому до насколько армения будет способна допустить так скажем в своем внешнеполитическом курсе отклонение от россии в сторону запад это точка напряжения почему потому что но мы знаем опять вот здесь вот пример украины и пример грузии очень показателен да что россия очень нервно воспринимают такие скажем так тело движения со стороны государства который насчитает находится зоне и и гипотического влияния и на данный момент очень сложно сказать насколько на самом деле армении просто пытается нащупать вот это вот пространство до которого она сможет дойти потому что мне такое ощущение бурство даже при предыдущих администрациях да вот она как раз это пространство было нащупано сервер саркисяном а потом была проведена красной линии вот он фактически за один день переметнулся и заключил стратегическое партнерство с россией это то есть это линия армии не было найдено ситуация геополитически поменялось естественно фактор силы как твердый так и мягкой очень сильно поменялся баланс этот поменялся и на южном кавказе и на европейском континенте в принципе поэтому здесь здесь мы будем говорить о других позициях других красных линий и мне кажется что сейчас ну вот позиция правительства пашиняна именно в этом и заключается на эти эти красные линии и продвинуть армению в курсе таком скажем так чтобы балансировал между россией и западом настолько близко к этой границе насколько возможно пока что со стороны россии возражения были только риторические да мы знаем скажем так сильно каких-либо действенных так скажем проявлений твердой силы мы не наблюдаем мягкой силы ее россия в принципе растерял уже очень давно и в армении тем более поэтому здесь трудно говорить о том чтобы были какие-то индикаторы страны мягкой силы например да были были проявлены оппозиции даже в армении которая исторически очень тяготеет красив принципе сейчас очень осторожничает своей риторики когда дело касается российского влияния например то есть очень очень странная ситуация создавать поэтому мне кажется что именно армении будет тем игроком который вот это вот глубину будет так сказать задавать она то насколько это может конечно привести к негативным ситуациям или к напряжению в отношениях россии когда она будет проявлять уже твердую силу до принуждения армению чему-либо это вопрос открытый потому что во первых мы не знаем куда сейчас армении на самом деле идет да вроде бы есть куда вот отклонение на запад но она все же более риторическое чем он на самом деле действенное потому что ну а что в принципе поменялось там на земле и горы там уже коснулся мне кажется да очень хорошо такой такой момент да что армения экономически очень сильно развилась за последнее время нет произошли какие-либо изменения в том кто владеет большей частью инфраструктуры в армении тоже нет она каким-то образом нашего военно-экономическое чудо тоже нет 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 никакого изменения на земле чтобы говорить о том что можно что она может успешно обойти вот это да насколько я понял кемал данном случае говорит непосредственно о неком российском влиянии непосредственно в армении по россии у меня будет отдельный вопрос но вот когда кемал все это говорил я вот ловил себя на мысли что даже на экспертном уровне как бы немножко сложно понять все еще где этот самый армянский блеф заканчивается начинается некие уверенные шаги вот это например вот четко поймать пока не получается но смотрите что происходит в нашем регионе за считанные дни той самой брюссельской конференции или встречи трехсторонний европейский союз соединенные штаты и армения по поводу которой принципе мид азербайджана я бы не сказал что положительно отзывался он считает что вот это как бы не способствует миру в регионе вот что происходит дело в том что не убране министерство обороны азербайджана сообщила скопление армянских вооруженных формирований вдоль нашей условной армян-азербайджанских границ а сегодня предоставила не уже видео доказательства того что там строится некие оборонительные до сооружения технически такие по технического характера что говорилось заявление министерства обороны они говорят что в последнее время на различных направлениях условные армян-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы бронетехники артиллерийских установок а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил армении это все мы фиксируем вдоль границы видеоматериал который сегодня представил министерство обороны все подтверждает последние дни в армении проявляется активизация реваншистских сил угрожающих азербайджану войной предупреждаем что любая попытка военной провокации против азербайджана со стороны вооруженных сил армии будет решительно пресечена азербайджанской армии у вас гар есть ощущение что те же самые самые страны запада вот как-то знаете пытаются повлиять на армению в этом смысле чтобы вот это вот это нагнетание не проходил потому что по видеоматериалам который предоставляет министерство обороны там вот такие бетонные конструкции там рвы там но чувствуется что они готовятся и подвозится там непосредственно уже само оружие чтобы вот как бы армения сбавила как-то обороты вот не нагнетал это или же скажем так получается так что к встрече 5 апреля такая побитая помятая армения это гораздо более продаваемый такой продукты более предпочтительный сценарий брюссельской встречи чем вот непосредственно спокойствие которых пока еще в нашем регионе есть я опять же вот делаю отсылку к последнему предложению которого минобороны азербайджана говорит что предупреждая предупреждаем что будет решительно пресечена азербайджанская в любая армянская провокация ну мне кажется что вот эти действия они как раз таки приурочены к пятому апреля для того чтобы создать искусственную напряженность а потом педалировать это говорить что вот ведь азербайджан предупреждает еще нас что когда вы копите войска собираем до нашей границы большому сожалению большому сожалению действие армянской стороны или же скажем конкретные проявления вот именно такого провокационного характера не не замечаются ли игнорируется со стороны западных стран а вот действие азербайджанской стороны на них очень серьезное внимание всегда обращаются города вот видите азербайджан тут понимаете пытается как-то угрожать армении ведь армения же действует на своей территории и все такое прочее вот вот чем дело так вот они готовятся к этой самой встречи и пытаются продать эту самую напряженность выгодным им ключе как всегда бывал бы к большому сожалению научены горьким опытом все время всегда когда готовятся какие-то встречи какие-то важные шаги но армянская сторона готовится к ним по-своему вот так очень интересно готовится создает напряженность которую потом используют в своих целях вот посмотрите азербайджан пытается какие-то действия отношите относительно нас строить мы нуждаемся в поддержке наша безопасность сейчас находится в уязвленном положении потому что россия нам не помогает о дкв нам не помогает единственная надежда на вас вот вы нам и помогите ну естественно с их стороны последнее время тоже мы видим какое-то что они вот отыгрывают этот пас который идет со стороны армии тоже говорят о том что мы готовы вам помочь мы видим с какими угрозами вы сталкиваетесь и вот такая знаете игра с опять же суммой неизвестных результатов почему потому что на выходе мы не знаем какая реально скажем ситуация может сложиться конечно напряженность есть напряженность но как она потом будет использоваться это уже вы знаете ситуация напоминает на ну похоже на блеф то есть одна сторона блефует но не понимает даже до конца не осознает какие последствия могут быть для этого еще один очень характерный пример я хотел привести буквально накануне армянский центробанк издал циркуляра скажем ограничение хождения на территории армении карты мир а именно по этой российской карты именно по этой карте осуществляется значительные перечисления в армению тоже было сделано накануне встречи 5 апреля ну чтоб 5 там рассказать хранить конечно конечно но отчитаться то что вы видите мы следуем вашим указанием я не знаю советом и так далее вот ограничиваем свою ну мы ждем и от вас каких-то соответствующих действий которые бы могли бы рассоцироваться нашим обществом армянским обществом что вот европа с нами запас нами мы их поможем опять же это дело армении и стран запада мы не вмешиваемся но когда в это включается также вот в эту самую комбинацию включается азербайджан не хотя конечно не по нашей воле включается когда азербайджан используется в качестве некоего пугало потому что большому сожалению некоторые европейские политики у их циркулярах некоторых резолюциях даже об этом говорится о том что мы будем выступать против тех сил которые сегодня угрожают безопасности армении тех сил тут и наверное имеется ввиду не только россия или же не только азербайджану и россии не только роте но азербайджан очень большой восточный тимур на при всех дому все кто могут угрожать сегодня армении вот 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 чем проблема дело в том что мы читаем эти все месседжи так как они есть но к большому сожалению опять же наши западные коллеги партнеры вот те которые этим занимаются не понимают что условно говоря дураков нет все прекрасно понимают к чему вот эти игры на что они рассчитаны мы хотели бы чтобы нас вот в эту комбинацию не включали чтобы найти зерна от плевел от отделяли мы у нас своя специфика отношения с армении она заключается в том что вот есть треки переговорного процесса в реализации которого мы все заинтересованы но когда к этому подмешиваются другие геополитические интересы и когда азербайджан инкорпорируется в схемы или сценарии которые для которых в которых азербайджану отводится роль какого-то статиста пугала для реализации более таких широкомасштабных амбиций это конечно очень 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 коротко по поводу вот войны и так далее то что министерство говорит что военные провокации против азербайджана будут решительно пресекаться придется нам что-то пресекать до 5 апреля или же скажем так основной источник вдохновения для них наступит именно 5 что они услышат 5 брюссель и вот в зависимости от этого и будут плясать но в любом случае наш министерство обороны дает понять не из не вне зависимости от того до 5 апреля будет до после 5 апреля мы любые провокации будем пресекать потому что мы не допустим использование азербайджана вот нас в качестве от статиста вот в этой войне или же в войне интересов и с нами скажем играть это как бы играть с порохом себе же хуже будет поэтому я надеюсь что в армии прочитают эти месседжи такими как я есть еще один момент я хотел просто давать почему опасно это все дело в том что вот грузия и украина они не являлись ни членами у дкб не членами скажем я с а вот армения является и членом у дкб и членом я с непосредственных интеграционных площадок где россия там играет большую роль так вот это уже не красная черта это уже перед пересечении этой самой этого пункта мы обязательно коснемся мы практически в каждой передаче на эту тему об этом говорят там достаточно много странность давайте узнаем опять же как эта ситуация выглядит со стороны кемал вот ну вот нам что министерство обороны мы же помним с вами да мы все люди связанные с кто живет здесь кто чаще приезжает мы же знаем когда министерство обороны азербайджана дает такие заявления они же как бы ребята серьезные просто так там вписываться пресс-риз ради пресс-риза они обнародовать не будут там еще и видеоматериалы мы понимаем что тут накаляется ситуация я бы хотел бы все-таки узнать ваш прогноз точки зрения вот это 5 ближе к пятому обороны пути к пятому апрелю или уже то что он там услышит после 5 апреля будет или вообще там ничего не будут делать но вот какие у вас ожидать я думаю что здесь можно понимать для чего все это делается да и у меня есть только одна версия на самом деле это то что армения пытается как ильгар говорил выставить азербайджан агрессивный азербайджан собирается напасть захватить территории армении загнать и до какой-то угол после этого начать убивать гражданское население массами как туда показал опыт сюда естественно кухню ничего не происходило даже при войне на территории карабаха да то есть ну полнейшие полнейший но эта риторика показала себя очень действующая на самом деле да то есть армения увидел что это работает она нагнетает эту риторику а для того чтобы риторик продолжал оставаться актуальной нужны какие-то подкрепляющие факторы для того чтобы выставлять продолжать азербайджан агрессивным и так далее они постоянно указывают на то что недели имитированные границы да есть спорные места говорят о том что это азербайджан продвинулся вперед оккупировал территории так далее да вот приводит как пример на самом деле до вопроса не делимитированные границы спорные вопросы которые у возникают границ они все это выставляют как то что азербайджан готовят для поздоров для того чтобы захватить армению от армения такая бедная нужна помощь и защита стороны запада и по огромному качеству почему вы знаете 200 диспорт его повторять я думаю лишние да то есть от того что конец приходит первые христианские цивилизации в мире так далее ну вот все вот это вот любимое так скажем да мифологическая устройство которое армении армяне очень любят выставлять на западе особенно сейчас потому что очень большое количество права в партии до них 2 вас не христианского толпа кстати христианские демократы и так далее это очень часто слушатели которые обожают дискорд они постоянно борются за права христиан в египте за права христиан в израиле в иордании и так далее там подобное маленькие меньшинства христиан вот их любимая тема которых надо защищать потому что эти меньшинства пытаются уничтожить и армении на этом очень сильно играет мы видели в европарламенте да как это проходит сейчас именно потому что большинство этих партий сейчас в европарламенте поэтому принимают статьи абсолютно дикие резолюции которые в европарламенте не принимались давно хотя когда в европарламенте было намного более сблансированное представительство например так перв парламент принимал и резолюции которые говорили о недопустимости оккупации армении территории азербайджана например да а ты на горных рабах вот то есть сейчас вот эта риторика она очень высока но понимаете что самое интересное да вот это можно говорить на этом или будут верить но потом начинают все-таки где-то сомневаться есть азербайджан такой агрессивные если азербайджан собирается нападать почему вы не готовитесь к этому нападению вы сидите спокойно и совершенно спокойно говорите что вот-вот азербайджана полет конца недели а тело движения вы никаких не делаете и вот это начинает не стыковаться и мне такое ощущение что им кто-то на это намекнули армяне сами до этого каким-то образом дошли что нужно продолжать вот это вот до нагнетание ситуации но так сделать вот таким чтобы она был как можно более убедительным то есть не то что мы собираемся на подать или провоцировать да а мы собираемся обороняться с азербайджана который вот-вот на нас упадет и значит если мы покажем что мы начинаем перемещать стягивать войска до строить укрепление так далее это значит что мы серьезно убеждены в том что азербайджан вот-вот нападет естественно это делается как раз пересечи для того чтобы позиция своя вот это вот она была все сильнее и сильнее о том чтобы мы готовимся мы на вот-воте уже азербайджан уже на вот-воте нападает и нам будет очень-очень тяжело нам нужна ваша помощь мне кажется что весь этот дискурс заразан именно на это для того чтобы просто показать продемонстрировать еще раз что это вся риторика это не пустые слова хотя они на самом деле и есть пустые слова да вот в принципе такая такой анализ у меня то есть бы буквально одним предложением такой военной конфронтации как минимум не готовы прогнозировать с большой уверенностью да вот то что вот это все выльется непосредственно что на условно границе что-то вероятность невысокая пока честно говоря нет потому что я думаю что это все очень перформативное действие да то есть этот дима демонстрация направлены абсолютно только в одну сторону запад и больше ни на что я не думаю что армения самоубийственно будем отправлены при всей глупости внешней политики подчас я не думал что самоубийство значит нападать на азербайджаном провоцирует азербайджан на боевые действия сейчас это уму непостижимо да но вот вещей которые уму непостижимо приехать в азербайджанский карабах и выкрикивать нам оттуда что карабах это дескать и армения и так далее вот такого рода глупости армянское руководство делала в прошлом чем это все для них обернулось мы знаем но уже в гости я хотел бы поговорить на такую тему эльгар начнем с вас стали кемал ваше мнение вот несколько раз мы сказали по поводу россии ну во первых там практически в ежедневном режиме комментирует вот этот западный вектор развития армении то она поворачивается то не повернулась то ли одним глазом смотрит то ли двумя глазами вот очередной комментарий пошел председатель комитета совета федерации по международным делам григория карасина мы карасина знаем непосредственно по миду но сейчас тоже он значимая фигура что он говорит он говорит что я склонен полагать ну там опять же его просят комментировать что вот армения то ли евросоюз собирается то ли в нато собирается вообще тот западный вектор развития он говорит я склонен полагать что армения становится объектом геополитического розыгрыша со стороны соединенных штатов и запада широком смысле этого слова в контексте противостояния с россией то есть они используют армению против россии это очень опасно и может нанести кстати говоря вполне конкретный ущерб не только связи еревана и москвы но и влиянию перспективам армении в региональных и мировых телах не понимая этого очень опасное заблуждение сказать что здесь совсем уж новые вещи сказано как-то по-другому но то же самое это то что но на моей памяти они полгода вот такая тональность она есть после последние полгода россия объясняет что-то армении пытается на него достучаться я вот что хочу понять о каких таких опасностях говорит карасин что он по вы можете мне описать знаете как следующий день армении после того как она все эти красные линии россии она перейдет потому что мы в этой студии опять же говорю уже настойчиво это дело обсуждали военный сценарий вроде бы нет по экономическими никаких санкций они не вводят потому что они считают что в армении есть какая-то такая электоральная база пророссийская политически ну какие там маргиналы кочарян саркисян на них операции тоже не знает а тут вот настойчиво опасность опасность опасные заблуждения может мне описать вот что произойдет с армении на следующий день когда на все совершит все что может ну я совершенно согласен с кемалом он говорил о том что принципе на вербальном уровне это все неоднократно мы слышали и это периодически повторяется но вы знаете когда часто повторяешь какие-то вещи и за этим никаких действий конкретных практических не видно то вот сопредельная сторона в частности армянская сторона вид что вот грозят и грозят а у нас руки по большому счету развязаны мы это вы в контексте москва ереван естественно потому что вот да я я именно оба со стороны сначала различных представителей российского политического руководства или истеблишмента армении неоднократно слышала вот такие как только могут пользуются всеми возможностям русского языка чтобы напугать армии даст богатого такого русского языка и армении этим пользуется кстати говоря наверное и это заявление под очень кстати как раз 5 к пятому значит апреля они не без коллекционируют коллекционировать подобного рода получать и потом передавать а смысл будто завтрашний день хорошо армении они говорят не делай этого не делай армении все это сделал наступило утро и что утро пока еще не наступает я не знаю вот почему мы говорим часто в этой ситуации что это значит ситуация со множеством неизвестных то есть такое впечатление что просто одна сторона идет ва-банк идет ва-банк куда-то блефует и не из неизвестными результатами почему потому что расчет здесь нет такой привычный нам логики логика единственное что вот в чем заключается в том что пока мне дозволено пусть они видимо пробуют эти самые красные линии что-то эти красные линии все ждать я я бы сами сказали что когда вы говорите одно и то же ничего не делаете там ну как ваши слова теряют известно красные линии сухой может эти красные нету они раздвигаются это они как-то отодвигают отодвигаются вот от 1 до 5 апреля 5 апреля еще что-то 1 августа там тоже знаковая дата намечается у них свои свои свой календарь есть поэтому что мы что нам гадать конечно с теоретически мы можем предполагать есть очень много механизмов воздействия на эту самую армию есть но при по экономике есть но ничего не делать и сами дают про что делать не буду а почему тогда армения должна бояться вот поэтому я вот этого нет поэтому армения и не боится и предпринимает последующие шаги я же сейчас мне советуете не читать все эти заявления российских чиновников я так понимаю что армянское руководство также к ним относится также к ним относится потому что каждое такое заявление они как-то игнорируют более того мы видим часто перепалки между скажем представитель мид российской федерации и руководством армении эти перепалки тоже достаточно такие скажем занимательные со стороны если смотреть на них одни обвиняют градус растет другие как-то парируют но идут в том направлении в котором считают нужным я не знаю здесь очень много догадок очень много версий но мне кажется что мне кажется что все таки пока армении реально реально вот этих самых но нас на словесном уровне это можно много чего говорить а в практической плоскости реально никаких кардинальных изменений чувствуется вот если будут реальные изменения скажем если армянская сторона же папа и подхожусь я это координате и тогда перекроем газ помнить как закона не они они не целью на нету российские но они они сами говорят что вот этого мы делать не будем потому что дескать есть армяне которую пророссийские туда ритп им расскажут что москва злая вот смотрите россия нехорошие это не сейчас говорят вот когда ребром станет вопрос а 102 базе когда ребром стоит вопрос о пограничниках если они он станет конечно когда ребром ставит станет вопрос об активах реальных активах российских тогда я думаю что какая-то реальная реакция будет а пока на вербальном уровне одни говорят другие отвечают и про практических шагов мы тоже не видим там а вот смотрите мы из региона смотрим я честно говоря настойчиво задает вопрос я не понимаю может быть вы оттуда сможете мне описать следующий день вот армении горит армян горши не делайте этого не делать армяне делают и вот эти угрозы слышь наступает утро да что россия может сделать с армении опять же с услугу с учетом того что например опять же говорю военные экономические они сами говорят что нет это не можем никак ну а с какой стати вообще армения должна бояться здесь понимаетесь мы немножко смешивается на следующий день после чего после того в корме не выйдет из упаковок например нет это все красные линии о которых они говорят но армяне перешли все эти красные и дальше а что они перешли это нам я не могу понять если если перейдут я понимаю что вы что вы имеете ввиду что риторики много действий мало я понимаю что вы имеете ввиду если перейдут красные линии если перейдут красные линии я думаю что вполне возможно что вплоть до ввода войск из 102 базы как и будет как вот здесь вот здесь интересно пожалуйста поподробнее как я думаю я думаю что очень-очень легко да то есть во первых у них есть пограничные войска да в армении у них есть войска фсб у них есть часто 2 российская база армянская армия находится в плачевном состоянии десант высадить к ним легче легкого тем более думаю что некоторые сопредельные страны очень очень я очень извиняюсь вы хотите сказать что россия будет воевать с арменией вот то есть мы увидим какой-то в армении они они просто они они просто сместят правительство в армении потому что как только войска подойдут к еревану все до свидания мы сейчас кемала дослушаем потому что мне еще один вопрос к вам рисует такой видимо не но смотрите смотрите население голосует за пашиняна понимаете как какая-то электоральная база но я не знаю сколько там российских войск должно быть вы думаете армении готово воевать такие или это настоящие не готова воевать или армия готова со мной еще с автомобиля с обратной стороны сомнения готова ли россия не у меня с обратной стороны сам не а мне а мне кажется что будет готовым на тот момент когда уже не будет просто другого выхода будет respectively вопрос оставаться или выходить они будут оставаться силы я думаю что только так потому что это единственная единственная реальная база, которая осталась на Южном Кавказе. Ну, ее невозможно будет потерять без боя. А она настолько важна для России, вот эта база там настойная? Она что решает-то вообще? Без нее это во всех случаях даже репутационно просто потеря военного влияния на Южном Кавказе. И все, на этом, в принципе, все заканчивается. Я сейчас приду. А то, что воздушное пространство и так далее, сложности, Киамала, вас абсолютно не смущает. То есть, русские пойдут. В воздушное пространство кого? Чье? Как врываться в Армению? Какие можно? Этот же солдат и так далее. Вы считаете, что это контингент достаточно? Вы думаете, мы будем очень сопротивляться, если наше воздушное пространство будет использовано? Зачем нам быть замешанным во всей этой истории? Я Киамалу хочу помочь. Замешаны быть можем и не быть. С другой стороны, есть Иран, правильно? Через него тоже в Армению военные грузы. Это другой вопрос. Он тоже не будет против, я думаю. Я даже не уверен, что мы будем против, на самом деле. Но это, конечно, вопрос не ко мне. Но через Каспийское море, Иран и так далее. Апокалиптичный сценарий. Я изначально пытался его именно вычинить, что военного не можно. Вот, посмотрите, Россия закрывает газ или повышает цену на газ. Народ выходит на улицы. Да не могут полетить. Народ не выходит, Иран просто будет поставлять больше газа. Я понимаю, давайте предпочитать. Иран не будет поставлять. У них нет возможности. Я очень известно, вы же сами создали сценарий. Правильно? Вы сказали, что все красные линии. Правильно? Мы об этом и говорим, Киамалу. По максималке. Это уже угроза военному присутствию России. Правильно? Ну да. Ну все. На угрозу военного присутствия будет военный ответ. Я не думал, что здесь плюс-то пример какой-то. Вот посмотрите. Конкретный пример. Вот народ выходит. Оппозиция поддерживает. Власти сопротивляются. Естественно, оппозиция, там, не знаю, народ начинает требовать помощи и так далее. Дальше уже вводятся в различные технические сценарии, как им можно помочь. Какие-то репрессии оказываются. Люди что-то могут захватить, потом обращаются к кому-то. Кстати говоря, насчет 102-й базы. Дело в том, что согласно договоренностям, ее срок действия... Ну да. Если они нарушат договоренности, Россия может каким-то образом реагировать. Скажет, что вот нарушили договоренности, там, значит, четко прописано и так далее. Правда, там нет возможности сценария относительно того, что будет, если какая-либо из сторон нарушит договоренность. Ну, скажем так, они интерпретируют ситуацию таким образом, что, в общем, поскольку уже все, скажем, грани, ну, вернее, все линии, красные линии, переводили, где нарушаются, скажем, положения каких-то основных, скажем, документов, мы вольно поступать так, как нам нужно. И, с другой стороны, опять же, вот этот фактор, фактор, скажем, скажем, спонтанных политических каких-то акций со стороны вот этих самых политических акторов, возможность реакции властей и так далее. Хаос, неразбериха, люди обращаются, приходят на помощь и все такое прочее. Есть все-таки еще какие-то, значит, положения, связанные с ОДКБ. То есть любой ценой, но отстоять. Конечно, конечно, технически это все возможно. Технически возможно. Просто, ну, поскольку мы говорим вот о апокалиптических сценариях... Нет, меня что смущает? У нас просто не остается. Меня что смущает? Колоссальное количество угроз, и параллельно с этим они говорят, что вот экономикой давить не будем, но сейчас мы тут в студию рисуем немножко и военность, но по военному там братские народы, чем мы будем воевать и так далее. И вообще ресурсно они считают, что там военным путем в Армении и России сделать все. Ну, так вот, сегодня они об этом говорят, потому что никаких вот этих красных линий, вот таких практической плоскости не перейдено. Мы сейчас ждем, что будет дальше, какие будут практические шаги, как будут развиваться события. Проблема в том, что когда риторика выльется непосредственно в что-то вот такое, осязаемое, тогда вторая база должна там, не знаю, в августе месяце покинуть пределы своей дислокации. Тогда угроза материализуется. Скорее всего, наверное. Понятно. 30 секунд буквально, да. Не совсем так радикально возможно будет, да, скажем так, вторая база должна выйти, она не выходит. Армяне стягивают войска ближе к второй базе, например, да, или пытаются каким-то образом надавить. И если будет угроза к второй базе, которая является на момент действия договора территории Российской Федерации, то тогда, естественно, наступает, например, военный ответ. То есть много таких сценариев, но они реально, на самом деле так. Но я не думаю, что Армения собирается перехать в кратные границы. Понятно. Поэтому, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие, уважаемый гость. Напоминаю, нашим зрителям все это время в студии на вопросы отвечал доктор философии по экономике, политолог Ильгар Велизаде. Ильгар, большое вам спасибо. А по Zoom с нами общался доктор Юрий Сног, доцент, старший преподаватель Ютуборского университета Кямал Макили Оливки. Кямал, вам тоже большое спасибо. 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 Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача Актуальна Сегодня. Я ее ведущий Санан Заев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»